Добрый день! Мы продолжаем цикл программы, посвященных безопасности на дорогах. И сегодня мы оказались в Чехии. Дело в том, что здесь придумали проводить Международный День Безопасности. И сегодня, за рождение этой новой хорошей традиции. Проводить этот день решено на полигоне «Шкоды», который находится в ведении отдела безопасности. Номинальный это, конечно, отдел, но по сути он приближается к статусу центра по количеству людей, задействованных в процессе и масштабах проблем, которые тут решаются. Как я уже сказал, в своем вступлении, в своем вступительном слове, наше исследование разделяется на три основные части. Первая часть – это техническая, в которой мы занимаемся, собственно, автомобилями и тем пространством, в котором происходит заболевание. В части медицинской мы рассматриваем те последствия для здоровья экипажа автомобилей, которые произошли в результате аварии. А в части психологической мы рассматриваем вопросы психологии, которые привели к этой аварии, в нашем случае с подкреплением. Ну и разрабатываем те рекомендации, которые могут привести к их устранению. Начнем мы с части технической. Нас ждет общение со специалистами в области безопасности, как активной, так и пассивной. Попытка понять, как работают современные ремни и подушки безопасности. Как поставлено дело в Чехии с профилактикой аварии. В общем, дело не початый край. Начнем же мы с яркого и каждый раз надолго запоминающегося шоу. Это краш-тест. Самое сложное в любом краш-тесте для нас, как для наблюдателей, это ожидание. Вот примерно как час. Ждем 5 минут, 10-15. Ждать можем до получаса. А потом вдруг, откуда ни возьмись, появляется машина. На большой скорости влетает, бах, столкновение. И все. И потом уже мы отсматриваем то, что получилось, если, конечно, получилось. И уже видим реальную картину. Так что пока остается только ждать. Полчаса ожидания позади. И вот народ зашевелился активнее. Значит, дана команда начинать. Странная техника. Машину толкают таким образом, похоже, заводят. Жертвы номер один движутся строго по рассчитанной траектории. Бабах и аварии. Как всегда, после краш-теста над полигоном повисает тишина, которая нарушает только щелканье затворов фотоаппаратов. Команда по чрезвычайным ситуациям появилась, в отличие от реальной жизни, значительно быстрее. Буквально через пару секунд. И первое, что сделали спасатели, они стали промокать жидкости, которые могут загореться. То есть там масло или, скажем, бензин. Очень оперативно. Казалось бы, вот аналогическая точка и завершение краш-теста. В общем, и да, и нет. Дело в том, что, конечно, краш-тест состоялся. Но сейчас начинается новый этап. Начинается сбор информации и анализ ее. И в лучшем случае, то, что получится, результаты этого краш-теста мы узнаем через несколько часов. После специалистов к разбитым машинам допускают и журналисты. Почему-то везде специальные службы испытывают терпение прессой, не подпуская сразу после аварии никого к пострадавшим машинам. Хотя все прекрасно знают, что гореть и взрываться там нечему. Ну, такой ритуал, видимо. Немножко неожиданно то, что организаторы огородили место аварии вот такими вот ленточками. Поэтому мы, народ беспринципный, мы взяли, нарушили и подошли для того, чтобы рассказать вам об этой машине. Эта авария является реконструкцией реальных событий. Но тогда в машинах сидело всего два человека. Оба водителя пострадали не очень серьезно. Здесь при этом краш-тесте решили посадить еще дополнительное количество манекенов. Как вы видите, в общем, есть даже детские сидения. Одно расположено по ходу движения, другое против хода. И что самое интересное, никто особо не пострадал. Все-таки великая штука – это подушки безопасности. Обратите внимание, что у обоих манекенов, с позволения сказать лица, намазаны специальной краской, чтобы можно было понять, с какой силой произошел удар о подушку безопасности. Одна машина стояла, другая ехала со скоростью 90 км в час. То есть суммарная скорость была 90 км в час. Сколько аварий таких подобных происходит, казалось бы, на небольшой скорости. Одна 45 и другая 45, когда люди выезжают, не переобувшись, осенью по гололеду. Так что стоит об этом задуматься. На самом деле при лобовом столкновении нельзя просто суммировать две скорости. То есть 45 и 45 в сумме здесь не дадут 90. С точки зрения физики все гораздо сложнее. Об этом нам рассказали в одной из лабораторий, который занимается, помимо всего прочего, еще и просчетом виртуальных аварий виртуальных автомобилей. Вообще, надо сказать, что при разработке и модернизации автомобилей широко используется технология виртуальной реальности, обладающая целым рядом преимуществ. Сегодня, располагая виртуальные копии автомобиля, можно с высокой степенью точности оценить его конструкцию, эргономику салона, аэродинамику, сборочные параметры, а также уровень безопасности. Виртуальная имитация краш-тестов и их последующий анализ, а также передовые методы конструирования сминаемых зон и разработки материалов для изготовления кузова позволяют сэкономить временные денежные ресурсы. В результате новые поколения автомобилей быстрее выходят на рынок, а цены на них остаются на прежнем или даже более низком уровне. В начале 2008 года компании здесь запустили специальный проект для исследования поведения автомобилей в реальных ДТП. Одной из целей проекта является поиск новых решений для того, чтобы устранить негативные последствия аварии при помощи систем автомобиля. Члены группы отправляются на места ДТП для исследования происшествия. Заручившись разрешением самих участников аварии, специалисты начинают просчитывать аварию в виртуальной реальности. И в ходе исследований специалисты пришли к интересному и важному выводу. Современные автомобили способны защитить людей в случае серьезных аварий, но очень часто пассажиры совершают сами ошибки, которые снижают или даже сводят к нулю эффективность соответствующих средств безопасности. В качестве примеров можно привести использование несоответствующих детских кресел, отказ от использования ревни безопасности во время движения, наличие в автомобиле незафиксированных предметов и так далее. Вот тут-то на ван сцену выходит профилактика и специальная группа, которая этой самой профилактикой как раз и занимается. Помните, каких трудов вам стоило заставить своего ребенка пристегиваться на заднем сидении или садиться в специальное кресло? Все было по-другому, если с плодых ногтей буквально с детского сада, и ему внушали, что безопасность превыше всего. Здесь с детьми работает крот, известный вам. Здесь его называют крытку. Недавно появился новый персонаж. Это Йетти. Работать приходится не только с детьми. В рамках проекта специалисты проводят специальные образовательные мероприятия, призванные популяризировать безопасное поведение в автомобиле, где демонстрируют фотографии аварий, рассказывают о том, что происходит во время ДДП. Они указывают на важность использования ремней безопасности и фиксации предмета в автомобиле при движении. Это только кажется, что все понимают, как важно пристегиваться. К сожалению, у нас, несмотря на возросшие штрафы, все равно по-прежнему не пристегиваются очень многие ремнем безопасности. И, между прочим, очень напрасно, потому что современные подушки безопасности и ремни работают не так, как раньше. Они буквально взрываются при помощи пиропатронов. Сейчас ремни работают, как правило, вкупе с подушками. Вернее, сказать наоборот. Мне доводилось висеть на ремнях, но никогда я не испытывал удара, который получает человек после того, как срабатывает современный ремень безопасности. Для повышения эффективности передние ремни безопасности снабжены пиропатронами и преднатяжителями, которые уменьшают длину ремней примерно на 10 сантиметров в случае столкновения в целях устранения свободного пространства между ремнем и пассажиром и плотного удержания пассажира в самом сидении. Чтобы не допустить чрезмерного натяжения ремней безопасности и, следовательно, причинение вреда, ремни оснащены ограничителями усилия натяжения. Если усилие на ремне превышает 5 кН, это эквивалентно более 500 кг, вал, вокруг которого дам водный ремень безопасности, начинает вращаться, ослабляя ремень и уменьшая силу натяжения. Пассажирам рекомендуют носить одежду, закрывающую все точки соприкосновения с ремнем безопасности. В целях безопасности пассажирам автомобиля также должно убедиться, что находящиеся у них любые твердые предметы, такие как мобильные телефоны, зажигалки, ручки, ключи и так далее, не находятся под ремнем безопасности. Вы готовы? Вы готовы? К чему? Ну, знаю. К чему-то готов. Сейчас будет резко натянутый ремень. Можно? Можно. А-а-а! Есть кадр? Хорошо. Есть кадр? Я должен сидеть или же должен уходить? Да, это хороший будет. А-а-а! Удары впрямь вполне ощутимы, и играть тут ничего не надо. А еще элемент пассивной безопасности называется. Однако безопасность требует жертв. Хорошо, что таких минимальных. Кстати, продолжая рассказ о пассивной безопасности, нельзя не рассказать и о подушках. Сейчас это тоже совсем не те мешки, которые были раньше. Теперь они стали значительно умнее. Передние подушки безопасности, то есть подушка безопасности в центре рулевого колеса для водителя и подушка безопасности в верхней части приборной панели для пассажира раскрываются только в случае лобового столкновения или удара спереди, направленного под углом, но не в случае поперечного или бокового удара, а прокидывания автомобиля или удара сзади. Подушка безопасности не будет срабатывать самопроизвольно на ухайбистой дороге при переезде через бордюр или в других аналогичных случаях. Верхние подушки безопасности создают шторки перед стеклами и перекрывают зону боковых стекол от передней до задней стойки кузова, тем самым защищая головы водителя и пассажиров как спереди, так и сзади. Голова идет кругом от этого изобилия, но при всем этом еще раз напоминаем о том, о чем многие из вас постоянно забывают. Пассажир автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности ставит под угрозу не только собственную жизнь, но также жизни других людей, находящихся в салоне автомобиля. Подушки безопасности обеспечивают защиту только в случае, если пассажир пристегнут ремнем безопасности. Но это, все так сказать, последний рубеж защиты человека. Активная защита делает все от нее зависящее, чтобы система пассивная и осталась без работы. Следствами активной безопасности являются особенности конструкции и системы автомобиля, призванные предотвращать внештатные ситуации на дороге. К ним относятся динамические и издовые характеристики, а также детали и устройства, повышающие комфорт водителей и пассажиров. Благодаря технологическому прогрессу некоторые из этих систем уже вошли в стандартные комплектации автомобилей. В качестве примеров можно привести ногорчатную заднюю подвеску, АБС, усилитель экстренного торможения и электронную систему курсовой устойчивости, то есть ESP. Мы часто очень скептически относимся к разным улучшайзерам, типа АБС и ESP, хотя на самом деле это неправильно, это некорректно. Они очень много жизни спасли на этом свете. Я, признаться честно, отношусь к водителям старой формации, которые большую часть жизни проездили без всех этих систем. Я начинаю нервничать, когда машина начинает вмешиваться и решать за меня, как надо ехать. Тем не менее, я тоже понимаю, что все эти улучшайзеры имеют право на существование и очень многим наверняка помогают. Хорошее начало, хорошие традиции – это чешский день безопасности, день беспечности по-чешски. И самый главный урок, который у нас сегодня, это то, что не стоит беспечно относиться к безопасности, потому что это наша с вами жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова